Недавно я снимала в этом замке, рассказывала, ну и выкладывала шортс, рассказывала, что здесь можно арендовать офис. Мы приехали сюда второй раз, еще раз посмотреть, что и как, и может быть даже, все-таки арендуем здесь себе. Вообще район очень красивый, это центр города. Субтитры подогнал «Симон» Убили, значит, Фердинанда Танашева, сказала швейку его служанка. Так начинается легендарнейший роман Ярослава Гашика. Был когда-то такой анекдот. Поймал мужик золотую рыбку, и золотая рыбка, как и положено, взмолилась. Отпусти меня, и я исполню любое твое желание. Мужик говорит, хорошо, я хочу быть принцем. На что рыбка отвечает, окей, завтра утром ты проснешься принцем. Он отпускает рыбку, а утром его будят словами. Принц, вставай, пора ехать в Сараево. А вот пока мы идем к замку, здесь везде вся информация о принце, о этом террористическом акте, который произошел. И вот одна из интересных историй, что когда они выехали в Сараево, сначала у них сломался их вагон. Пришлось его отцепить, потому что вагон этот не мог ехать. И Франтиши Кочешский, Франц Фердинанд сказал, что путешествие, ну, Тацеса зачинал, правда, с ливня, путешествие многообещающее. И, как говорят, он еще даже сказал, вот так это началось. Сначала поломался вагон, а потом будет теракт в Сараево, аттентат в Сараево. А это, если не поможет, то будет еще взрыв там где-то. Потом им поменяли вагон. И когда они ехали другим вагоном, приехали в Вену, в вагоне пропало электричество, и они ехали при свечах. И принц сказал, ну, прям едем, как в гробу. В общем, все говорят, что принц чувствовал приближение смерти. Ну, насколько это правда, конечно, мы не знаем. Их история началась как сказка. А закончилась огромной исторической трагедией. Более 150 лет назад, а именно 1 марта 1868 года, на свет появилась графиня София Хотек. Пули, выпущенные в Сараево, оборвут и ее жизнь, и жизнь мужа, эрцгерцога Франца Фердинанда. И станут началом войны, после которой Европа и мир уже не будут прежними. Итак, все началось, как сюжет достойный сентиментального романа. София Хотек принадлежала к старинному чешскому роду. Хоть и родилась будущая супруга эрцгерцога в Штутгарде, но росла она недалеко от городка Усти-над-Лабом в Чехии. Со своим будущим мужем София впервые встретилась, когда ей исполнилось 22 года. А Франц Фердинанд только что был объявлен наследником престола, после того, как 30 января 1889 года покончил с собой корон-принц Рудольф. Ну, конечно, прежде чем идти в замок, нужно попробовать местный гуляш суп. Вообще, как бы, лучший гуляш это Венгрия, Австрия, ну и Чехия. Мы пришли, зашли в бестро, здесь продают, вот там стоит пиво. Семь пуль. Семь пуль, Фердинанд семь пуль, потому что Фердинанд и его жену убили семью пулями. Вот так. Ну, сейчас мы попробуем местный гуляш и пойдем дальше. Но прежде чем продолжить, хочется уточнить. Фердинанда и его супругу убили двумя пулями. Семь пуль появились благодаря легендарному роману Ярослава Гашека. Ну, а мы продолжим нашу историю. Объявить о своем решении взять в супруги графиню Хотек принц решился лишь спустя 9 лет, когда его избраннице был уже 31 год. Вот, недалеко замка Конопишты, живут олени, там еще ходят. Но, узнав об этом, император ответил своему наследнику-племяннику категорическим отказом. Тут даже приходят на ум слова из песни «Все могут короли». В общем, разразился всеевропейский скандал. К негодованию всех монархов Европы присоединился даже русский царь и папа римский. Однако, Франц Фердинанд, о котором говорили как о скромнейшем человеке, тем не менее, сделал по-своему. И 1 июля 1900 года в богемском замке Заккупы, неподалеку от городка Чешскалипа, состоялась свадьба. Все, что можно здесь назвать именем принца, называют, конечно, даже вот заброшенный. Когда-то, я помню, лет 20 назад здесь был пивняк, назывался у Фердинанда. В общем, здесь все у Фердинанда. Свадьбу, впрочем, не почтил своим присутствием никто из Габсбургов. На церемонию не прибыл также ни один из братьев жениха. Брак был объявлен марганатическим. А накануне свадьбы эрцгерцог подписал документ, в котором заявил, что его потомство от брака с графиней Хотек не будет иметь прав на престол. Эти права перейдут к сыну его младшего брата Отто, который в итоге и стал императором Карлом I. Однако, став законной супругой, София спустя несколько лет получила таки титул высочества, став светлейшей герцогиней. А брак оказался очень счастливым. София благотворно влияла на супруга. Она часто сопровождала его в многочисленных поездках по Европе. На свет появилось четверо детей. Но все же в Вене, при дворе, Софию принимали неохотно. На приемах супруга-наследника должна была сидеть вместе с фрейлинами. Так что семья решила перебраться в Богемию. Их резиденцией стал замок Канапишты, недалеко Праги. Великолепный замок Канапишты в свое время по архитектуре и мощности не имел себе равных. Название Канапишты происходит от слова «конопля», которую здесь выращивали для технических целей. Замок расположен примерно в 50 километрах от Праги, неподалеку от города Бенишев. Имеет вид крепости с круглыми башнями, окружен глубоким рвом и высоким земляным валом. Замок был построен в XIII веке и представляет собой готическую крепость. За свою историю замок пережил многочисленные взлеты и падения, завоевывания и разграбления и капитальную реконструкцию, полностью изменившие его изначальный архитектурный стиль. История замка полна разных событий. Он часто менял хозяев. Согласно архивным данным, в разное время им владели разные богатые роды. Несколько раз замок страдал в результате военных действий. Например, в период гусицких войн королевские войска осаждали замок Канапишты в течение почти полутора лет. И потом все-таки он был взят. В период 30-летней войны замок Канапишты был завоеван и полностью разграблен шведами, после чего долго находился в упадке, пока его не выкупил чешский дворянин Ян Вурба, который замок привел в порядок и перестроил в новом стиле барокко. Но жизнь и смерть последнего владельца замка куда интереснее всей его истории. Последним владельцем был тот самый Франц Фердинанд, выкупивший замок у графа Лобковиц за 2 миллиона золотом. Итак, как я рассказывала ранее, Франц Фердинанд, ставший после самоубийства корон-принца Рудольфа наследником Габсбургского трона, сочетался марганетическим браком с Софией Хоттек, которая не была ровней Габсбургом. Эркс-герцог подписал документ, в котором отрекался от прав на престол их будущих детей. И вскоре семья переехала в Канапишты. В браке, в котором Франц и София прожили 14 лет, на свет появилось четверо детей, трое из которых дожили до взрослого возраста. Дочь София и сыновья Максимилиан и Эрнест. Отстраненный от политической жизни, наследник престола проводил время, охотясь в разных уголках планеты. Среди трофеев принца чучела бурого медведя, добытого в России, и ноги слона, подстреленного принцем на Цейлоне. Вообще, конечно, в это место лучше приезжать летом, когда цветут розы. Потому что вообще парк, в котором сейчас мы находимся, сад, он называется Розовый сад. И когда здесь цветение рос, это вообще незабываемое зрелище. Ну, мы приехали чуть раньше. Зато сегодня цветет здесь сирень. Аромат сирени просто великолепный. И гуляют павлины. По всему парку, по всему этому месту очень красиво, очень много павлинов гуляет. В 1914 году из своего чешского поместья принц отправится в сопровождении своей жены в их последнюю роковую поездку на военные маневры в Боснию. В этой части Австро-Венгрии Габсбургов яростно ненавидели. В Сараево действовала тайная националистическая организация «Черная рука», где тренировались в стрельбе те, кто готовил покушение на наследника престола. 28 июня эркс-герцог Франк Фердинанд прибыл с супругой на поезде в Сараево. На набережной один из заговорщиков бросил в кортеж гранату, но промахнулся. Осколками был убит шофер одного из автомобилей и ранено несколько человек из свита. На торжественную церемонию в ратушу принц прибыл в состоянии крайнего раздражения. И когда мэр Сараево обратился к эркс-герцогу с приветственной речью, тот резко оборвал его, сказав «Я прибыл в Сараево с дружественным визитом, а в меня кто-то бросил бомбу». Это возмутительно. Разъяренного мужа успокоила герцогиня София. От торжественной программы принц с супругой отказались и решили навестить в госпитале раненых. Из своей свиты. Около 11 часов утра они снова сели в лимузин. Когда автомобиль с важными персонами свернул на улицу Франца Иосифа, стоявший на дороге молодой человек выхватил пистолет и несколько раз выстрелил, ранив беременную герцогиню в живот, а принца в шею. Звали убийца Гаврила Принца. Теряя сознание, Франц Фердинанд взмолился «София, дорогая, не умирай, живи ради наших детей». Но было поздно, София скончалась. Франц Фердинанд пережил ее на 10 минут. Юный убийца Гаврила Принц был осужден на 20 лет тюремного заключения. Он умрет в чешской крепости Терезин в 1918 году, не дожив полугода до распада Австро-Венгрии. Последствия этого события мы все знаем. Австрия объявила ультиматум Сербии. Россия, связанная обязательствами Сербии, выступила в ее защиту. Германия, союзница Австрии, вступила в войну с Россией. В свою очередь, страны Антанты, Франция и Великобритания выступили на стороне России. Итак, зубчик за зубчиком, страна за страной. Маховик Первой мировой войны стал набирать обороты. После этой войны уже не было ни Османской империи, ни Австро-Венгрии, а вместо монархической России возник коммунистический СССР. Судьба детей Франца, Фердинанда и Софии тоже сложилась трагически. 13-летняя София, 12-летний Максимилиан и 10-летний Эрнст стали первыми сиротами Первой мировой войны. Когда случилась трагедия в Сараево, дети Франца Фердинанда находились в замке Конопишты. Высокопоставленные родственники в Австрии ими пренебрегали и не слишком интересовались их существованием после смерти их родителей. После завершения Первой мировой войны вместо бывшей Австро-Венгерской империи образовалось множество мелких государств. Молодое чехословацкое государство урезало на делы всех аристократов в стране до 150 гектаров, а у габсбургских детей вообще конфисковало полностью все имущество в пользу государства. Как ни пытались они доказать, что дети от маргантического брака не являются габсбургами, все было тщетно. У сыновей принца не только было конфисковано все, чем они владели в Чехословакии, им даже было приказано немедленно и навсегда покинуть страну. Взять личных вещей братьям разрешалось только 5 килограмм на человека, кстати. Замок Конопишты до сих пор находится во владении Чешского государства, хотя потомки Франца Фердинанда до сих пор борются за право его возвращения. В Австрии куда Макс и Эрнст переехали жить им было ненамного легче. Такая же молодая Австрийская республика лишила их всех титулов, но по крайней мере имущество на территории Австрии было оставлено за ними. Тут они не считались Гарбсбургами. А вообще здесь живут медведи. Какая у них здесь красота, даже собственный бассейн есть. Но видимо они чем-то сильно заняты. Не видно почему-то. Ну кстати медведь вот здесь лежит. Если присмотреться его можно увидеть. Бурый медведь живет здесь. Вот его бассейн. Конечно бассейн подгулявший у медведя. красиво, романтично там цветы даже стоят. Вот так у подножия замка конопишки живут медведи и прекрасно себя чувствуют. Сам замок. А в 1938 году в Австрию вошли нацистские войска братьев арестовало гестапо и отвезло в лагерь Дахау. И пока сыновья принца были в концлагере нацистские власти конфисковали все их имущество в пользу рейха. Единственная дочь принца Софи тоже хлебнула горе. Она жила в Чехии. Но из Канапишта ее семьей выгнали, так как замок был национализирован. Софию перед отъездом из замка подвергли унизительному обыску, чтобы она ненароком не захватила с собой что-нибудь ценное. Вторая мировая война отняла у нее двух старших сыновей. После войны, когда Чехословакия к власти пришли коммунисты, у Софии снова все было конфисковано. Прожила София долгую жизнь и умерла в возрасте почти 90 лет в Австрии. Эрнст самый младший из трех детей Франца Фердинанда умер раньше брата и сестры в возрасте с 49 лет в 1954 году, а вот Макс был назначен советскими властями мэром Арштеттена, который оказался в зоне советской армии. Это был уникальный случай в мировой истории, чтобы коммунисты назначили мэром города герцога. Через пять лет Макс был избран на эту же должность, но уже путем демократических выборов. Макс умер в 1962 году в Вене и был похоронен рядом с родителями и младшим братом в родовой усыпальнице. Но давайте вернемся к историю замка, возле которого мы сейчас находимся. Замок Конопиште был построен в XIII веке и отлично сохранился в своем дизайне после масштабной реконструкции, проведенной лично Францем Фердинандом. Огромное культурное значение имеет тот факт, что внутреннее убранство осталось в основном нетронутым. Это историческое место уже много десятилетий привлекает любителей истории и изящной архитектуры со всего мира. Замковый музейный фонд славится редким собранием оружия разных времен и охотничьих трофеев. Собраны они в основном лично Францем Фердинандом. Выставка оружия, которым пользовались охотники в XVI, XVII и XVIII столетиях третье повеличение в Европе. Принц нанял для реконструкции замка самых продвинутых венских архитекторов. Он не скрывал, что относится к категории заядлых охотников. Этому увлечению посвятил свои главные переделки. Оснастил механический тир, значительно обогатил имеющуюся коллекцию оружия, украсил добытыми на охоте трофеями коридоры замка. Им стали сотни рогов оленей, чучел разных животных и птиц, клыков от кабанов. В стенах замка собрано более 300 тысяч трофеев. Каждый экспонат снабжен описанием точного места и времени, когда он был добыт. Так, вход в замок Канапиште внутрь, чтобы попасть, стоит 280 чешских крон. Это, ну, если считать, что 25 крон стоит 1 евро, это чуть больше, чем 10, 11 евро где-то, скажем. Так, дальше. Внутри ничего нельзя фотографировать. Не снимать на видео, не фотографировать строго запрещается. Это прям очень строго с этим здесь. То есть не получится тайно вынуть фотоаппарат. Для меня всегда это загадка. Почему? Что там прячете? То есть отобрали замок у принца несчастного, а теперь еще и фотографировать там ничего нельзя. Ну, да, тут огромная коллекция трофеев убитых животных чучела. Хочу я это видеть? Нет, не хочу. Ну, как бы убивать животных, делать из них чучело. Ну, давайте убивать людей и делать из них чучело. Ну, понятно, раньше была такая, так люди развлекались, ну, возможно, других развлечений не было, интернета не было, телевидения не было, убивались животных и делали красоту. Вот. Хвастались, да, сколько я убил. Внутрь мы не пойдем. Прекрасный замок. Но, как я уже говорила, история замка менее интересна, чем история последнего его владельца, а именно Франца Фердинанда. И, говорят ли меня, вот как замок Нойшвайнштайн, в котором мы тоже были в прошлом году, мы в нем были неоднократно, но в последний раз мы были в прошлом году, осенью. Нельзя внутри фотографировать. Чего? Почему нельзя фотографировать? Что это за тайны такие вы там прячете? И здесь вообще нельзя фотографировать. Даже мы спросили, что я помнила, что нельзя здесь фотографировать, сейчас переспросили, он нет, если вы будете доставать фотоаппарат, это будет нарушение закона, там начал нам что-то долго втирать, мы сказали, хорошо, мы вас услышали, как говорят мошенники по телефону, я вас услышу. Так, значит, кому интересно посмотреть на чучело убитых животных, на коллекцию оружия, добро пожаловать в замок Конопишта. Я где-то читала, что в замке Конопишта внутри еще находится одежда герцогини этой Софии, которые ее убили. наверное тоже там можно это платье посмотреть. Ну, а так, да, он красивый, наверное, внутренний. Я говорю еще раз, мне интереснее история твоего владельца, чем история самого замка. Ладно, что же было дальше? Эркс-герцог не только украсил и переделал архитектуру Конопишты, но и благоустроил его современными достижениями цивилизации. Например, он здесь провел электричество, сделал водопровод и систему канализации. Чудом инженерной мысли тех времен стал лифт, который функционировал за счет давления воды. Для этой цели была возведена плотина на расположенном вблизи замка пруду. Принесены технические новинки, смелые для тех времен. Конопишты был любимым домом его владельца. Фердинанд был очень разносторонним человеком, любителем путешествий, что и отразилось на внешнем облике замка. Так в 1893 году принц побывал в Австралии, Новой Зеландии, Таиланде, Японии, Канаде и других странах. Видимо, под впечатлением от увиденного под его руководством был спланирован парк, который был в моде у англичан. Главная гордость замка это несомненно охотничий коридор. Он был устроен принцем Фердинандом специально для того, чтобы выставлять здесь чучело убитых животных. Их так много, что невольно возникает вопрос о законности охоты в таких масштабах. В наше время это посчитали бы за браконьерство. Туристам, которые не приветствуют убийство животных, этот зал лучше обходить стороной. После убийства принца судьба замка Канайпишта складывалась по-разному. В 1943 году здесь размещался генеральный штаб войск СС в Богимии. До 1945 года в замке хранились трофейные произведения искусства. В то же время многие предметы из коллекции замка были вывезены. Значительная часть из них вернулась лишь в 1946 году. Многие экспонаты сегодня находятся в Праге. после окончания Второй мировой войны Канайпишта был открыт для посещения. В настоящее время он входит в число наиболее известных замков Чехии и принадлежит государству. Замок поражает внутренней обстановкой с великолепными скульптурами известных мастеров, резной деревянной мебелью, коллекцией полотен мировых живописцев, а также фарфором и стеклом. Канайпишта славится на весь мир ценнейшей коллекцией рыцарских доспехов. Общая площадь замка Канайпишты составляет около 225 гектар и включает в себя великолепный парк в английском стиле, на территории которого растут местные и экзотические деревья, цветы и кустарники. Несомненные жемчужины парка считается сад из роз, украшены садовыми скульптурами итальянских мастеров, фонтаны, карпы в местных прудах и пара медведей, слава богу живых, живущие в подножии стен замка. Разведение медведей в Канайпиште давняя традиция, а еще то тут, то там снуют бесконечные павлины. А еще когда-то в Канайпиште производилось пиво. Франц Фердинанд перевел производство пива из замка Канайпиште в соседний городок Бенишев в связи со строительством железной дороги в 1897 году. Поэтому именно 1897 год является годом основания пивзавода Фердинанд. Работает пивзавод и до настоящего времени. Варится пиво по рецептам конца 14-го столетия, когда появилось первое пиво на Канайпиште. Для производства пива используется сырье с самого высокого качества. Солод производится на своей собственной солодовне из собственного ячменя. Часть солода, произведенного на солодовне пивоваренного завода Фердинанд, покупает даже одна известная немецкая пивоваренная компания. Самое популярное пиво, которое здесь производят, называется Семьпуль и, пожалуй, будет лучшим местным сувениром. Почему же Семьпуль, а не две? А все потому, что в романе Гашека похождения бравого солдата Швейка есть такой диалог. Одну пулю всадил или несколько? Газеты пишут, что Эрцгерцог был как решето сударь, тот выпустил в него весь патрон. То есть книжный Швейк думал, что Фердинанда застрелили из револьвера, выпустив в Эрцгерцога весь барабан, который вмещал Семьпуль. Вот такая история произошла. Вообще, когда я читала об этом много, об этом Франце Фердинанде, о том, как он хотел жениться и женился, что ему запрещали на ней жениться, потому что она не Габсбург, потому что она не чистокровна. То есть кто знает историю Габсбурга, которые хотели владеть всей Европой, они переженились друг на друге до такой степени, что в Испании вот испанская линия Габсбургов у них просто дошло к вырождению. Вот этот король Карл Второй или как его такой божеский урод просто родился в конце концов, когда уже действительно не друг, у него в роду в итоге была просто кровь одних родственников. Если посмотреть на его генеалогическое древо, там кроме Габсбургов никого не было. В общем, там дядя женился на племяннице, двоюродный брат на двоюродной сестре, и в итоге они пришли к тому, что у них родился урод. Дети умирали, их прожидалось много, но выживали единицы, вот выжил знаменитый этот король с таким длиннющим подбородком, у них у всех были большие подбородки, этого был огромный подбородок, вываливался язык из рта, естественно, ни о каком потомстве уже речи не шло, он не мог иметь детей, на удивление прожил больше 30 лет, что для людей, у него эпилепсия, в общем, масса болезней была, но он дожил до 36 или 38, я не помню, сколько лет он дожил, естественно, никого по себе не оставил, но все потому, что они так намешались, и вот Габсбургам мешали люди, которые не их уровни, которые не Габсбурги, ну, конечно, абсурд, они просто хотели владеть всей Европой. Ну, понятно, почему. Ну, такая история, повторяюсь, история, говорю, этого принца, мне гораздо интереснее, чем история замка Конопиште, замок Конопиште очень красивый, вокруг очень красивый, находится рядом с Прагой совсем. Приезжайте в Конопиште, ну, а мы возвращаемся в Прагу. Да, еще раз себя перепроверила, это был Карл II испанский, безумный урод, больной человек, вырожденец, Габсбург. Ладно, спасибо всем, кто были сегодня с нами, в следующий раз увидимся, нет, в следующий раз увидимся где-то в Чехии, наверное, а потом в Германии, в Берлине, конкретно, 9 мая, на День Победы, для меня это День Победы, конечно, мы едем в Берлин, потому что до Берлина дошли два моих дедушки, прошли всю войну и дошли до Берлина. Вот, конечно, я люблю 9 мая ездить в Берлин, для меня это очень важно. Всем спасибо, мы едем в Прагу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова